Пишите в комментариях, кто меня постоянно тут в хайпе обвиняет. Вы хотели, чтобы чистили пляжи? Или вас вот это вот все устраивает? Посмотрите, как люди, несмотря ни на что, лезут в эту камку и пытаются форсировать. Друзья, это центральный пляж, выход по Грибинской. Людей на берегу прям очень много. Количество людей вот опять-таки в купальниках. Вид здесь просто жесть. Здесь начинается неприятный запор, то есть вот эта черная жижа, она уже гниет. Сбирать водоросли никто не имеет никакого права по нашему водному кодексу. Они должны лежать, гнить, потому что это часть моря. По крайней мере, так наша администрация нынешняя заявила. Почему здесь, в таком чистом море, настолько мало людей, которые находятся здесь на отдыхе? Надпись «Море в море» и качель Анапа качает. Вот здесь действительно и аромат моря сменился, появился другой. Чтобы пройти здесь по пляжу, надо в море заходить. Пришли, думают, а где нам тут лечь? Потому что лечь тут действительно негде. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня пойдет дождь. Оксана вышла из дома. Сказала, мне срочно надо посмотреть на неработающий фонтан перед администрацией. Ужас и шок. Что же здесь произошло, друзья? Ко второму августа у нас отключили фонтаны. На профилактику. Я так думаю, чтобы не купались в них. Итак, сегодня у нас 34 у нас было возле дома. Жаришка прям очень сильно припекает. Хотя по прогнозу всего лишь 29 должно быть. Здесь и сейчас показывает 33 наш градусник. И сегодня мы покажем вам центральный парк днем. И посмотрим на пляжи. Как они выглядят, а на пись. Впервые в этом году я туда иду. Эту шлепки я не одевал, чтобы в воду не заходить. Иду в кроссовках, ребята. Прекрасного дня, хорошего настроения и позитивных эмоций. Надеюсь, вы их от видео получите. У нас события, все, которые происходят, сейчас творятся в телеграме в нашем. Вы можете подписаться. Видите вы на экране. Также группа ВКонтакте, Сеос. Ждем вас. У нас там становится больше. Потому что YouTube замедляет. У многих уже не работает на телевизоре. Переходите ВКонтакте, смотрите в 4К. Через скринкаст запускайте с телефона на ваши экраны телевизоров. Я думаю, в скором времени и трансляции переберутся, и все. Потому что, ну, жалко, что, кстати, мы чуть-чуть не добиваем полмиллиона подписчиков. Но надеюсь, что все будет хорошо. И ВКонтакте сделаем столько же. Пишите еще, какие платформы вас интересуют. Пытаясь заливать на Рутуб. На Рутубе он не дает 4К длинные ролики лить. Приходится прижимать их 10-80, большому сожалению. Такая вот политика. У них больше 10 гигабайт заливать нельзя. В общем, ищем вариации. Сейчас для меня кажется самым перспективным. Это ВКонтакте. Хорошая заливка. Хорошо работает. Комментарии. Все есть. Круто. В общем, присоединяйтесь к нам в группу. Будем рады вас видеть. Ну, а сейчас мы начинаем нашу с вами прогулку. У нас здесь часовня находится на реконструкции. Перед фонтанчиком. Посмотрите, какие у нас тут парковые зоны. Непосредственно возле администрации. С левой стороны. Правда, тут какой-то из люка источник бьет. Оксана решила себе найти место, где полежать в тенечке. Птичек послушать. Красота. Сажется я в районе. В центре Анапы, да? Да, жаль, что тут голубей много только. Да садись, ладно. Надо с собой брать подстилку и можно отдыхать. Тут, думаю, и белочки есть, не только голуби. Она сейчас прячется от жары. Все, Оксана сказала, что и там хорошо. Она остается в тени деревьев, а мы с вами пойдем гулять, чтобы никто никому не мешал. Выходим на нашу площадь. Здесь люди неспешно прогуливаются перед администрацией. Вечернее время здесь, конечно, столпотворение. Людей очень-очень много. Надо нам как-нибудь трансляцию устроить. Просто вот сейчас опять-таки запускаешься. Вроде бы видео хорошее, но качества нет. Я думаю, что стоило ли оно того вообще. Хотя просмотры зашкаливают. Ну, вам точно это интересно. Надо пробовать, наверное, другие платформы. Поэтому и говорю, друзья, группу, подписывайтесь, будем рады. У нас здесь позаменяли на туи ели, которые здесь стояли. Жалко, конечно, туи я не очень люблю. Тем более туи у нас погибают. Какой-то жучок на них тут преобладает. И доходим до улицы Горького. Она у нас является пешеходной на большую часть. И с правой стороны у нас пункт полиции. И здесь спуск уже непосредственно к выходу на лечебный центральный пляж через парк 30-летия Победы. Но это сама улица Горького. С левой стороны у нас есть арт-авеню, на который можно прийти купить сувениры разнообразные. Ну и в правую сторону у нас там еще один парк. Есть по левой стороне и Грибинской к выходу на центральный пляж. Ну вот, в принципе, по пляжу сегодня прогуляемся непосредственно к морю. Аттракционов здесь много разнообразных. Работают они, пожалуйста, и днем. Даже сейчас там люди стоят в небольшой очереди к ним. С левой стороны у нас все кафе работает. Тут озвучивают сейчас правила путешествия непосредственно на этих Формул-1 картингах. Ну а папир. А впереди у нас наша достопримечательность – шляпа Анапы. Белая и прекрасная. Парк очень сильно изменился. Деревья начали подрастать. И здесь становится, мне кажется, даже днем очень красиво. Дождемся, когда эти сосны все вырастут. И здесь будет просто невероятная красота. Вот это дистали. Самое главное – нет этих ребят с монетиками, которые говорят, давай за деньги уже у нас тут фотографироваться. Это очень хорошо. Ну и посмотрите, как выглядит колесо. Кстати, оно сейчас не работает почему-то. Думаю, что все работает. Ну а с правой стороны шумит акпапарк. Золотой пляж, который к себе очень сильно манит, как магнит. Работает чебурашка. Призываю сфотографировать вас, друзья мои. С правой стороны находится карусель, за которой находится Ильпуле. Пицца на углях. Очень вкусная и манящая. И радость всем даряющая. Спасибо тем, кто приходит, пишет отзывы, в телеге их публикует. Я очень рад, что вам нравится. Мы порекомендовали вам очень классных ребят, которые в первую очередь прекрасны в общении. Это хорошо. Как у вас работа в этом году? Отлично, все хорошо. Людей много? Много. Это самое главное, что когда наши продавцы улыбаются, значит сезон идет хорошо. Но уже скоро конец сезона. Чуть-чуть осталось. Терпите, как говорится. Хорошая работа. Желаем всем улыбчивым продавцам. Это наша подписчица. Уже очень много лет. Мы с ней общаемся постоянно. Так что можете к ней приходить за мороженым, вкусным. Здесь много и детских разнообразных аттракциончиков. Здесь у нас ласковый берег. Обычный И-1 находится. Самая такая ночная туса именно. Она происходит в этих местах, друзья. Ну и все ближе подходим к карочной конструкции с таким вот большим экраном. В этом году его сделали. Вот единственное, люди, которые выходят в город уже в одних трусах, это выглядит, конечно, печально. Потому что все-таки это уже набережная. И здесь надо выглядеть, ну, как обычно, хотя бы чуть-чуть в одежде. Ну и по набережной люди гуляют довольно-таки много. Давайте одним глазком взглянем на пляж отсюда. А затем мы уже дальше с вами пойдем гулять непосредственно от начала песчаных пляжей по самой береговой линии. Оф! Количество людей. Кстати, не самое, наверное, большое, которое я здесь, в принципе, видел. Но лежаки все сданы. У воды такой запах серободорода присутствует. И вода сама немножко мутноватая. Есть мусорки, переодевалки. Санузы пришли, думаю, так где нам тут лечь? Потому что лечь тут действительно негде. Центральный пляж города. Анапа, как всегда, полный людьми. То есть, если я думал оттуда начать, а как там ходить, я даже теперь не знаю. Ну, ладно, вернем сюда, посмотрим. Ну, в правую сторону людей тоже очень и очень много. Давайте немножко вернемся на набережную и продолжим нашу там с вами прогулочку. Ну, по набережной от Ласкового берега. Здесь есть кафе на берегу. На самой набережной здесь люди сидят под зонтиком. В правой сторону пицца кафе Мангал присутствует с видом на море. Здесь пляж санатория Мотылек. Люди собирают у нас с набережной песок и относят его обратно на пляж. Здесь еще один дополнительный вход в парк 30-летия Победы. Ну, прям, честно, Напа становится таким вот по виду современным красивым курортом. Выглядит это все очень симпатично. Какие-то морские прогулки здесь стоят, такие вот мотобайки. Может быть, конечно, и на электричестве работают. Мотылек, мусорка, чтобы точно не промазать. У них там душ на территории пляжа есть. Ну, мы поднимемся сейчас наверх к кораблику. А оттуда уже будем спускаться вниз и гулять с вами по пляжу. Потому что хочется увидеть территории эти на полной красе. И чтобы у нас с вами мы снимали уже каменные все пляжи. Теперь пройдемся непосредственно по песчаным. Тем более здесь я смотрю, какие изменения косутся вон на мыло возле этих камней, которые тут раньше были. Тут, как всегда, у нас очереди. Кто-то за шашлыком стоит. Кто-то просто поесть на обед зашел. Это у нас столовая номер один находится здесь. Элина кафе. Если вы здесь ели, пишите ваши отзывы. Как вам, друзья? Ну, тут шашлык от 85 рублей предлагают. Интересно отзывы. Правая сторона Вино и море. Там у нас пароход находится. Поднимаемся. Поднялся по лестнике. Легко и просто. Правда, жарко. В левую сторону у нас на театральную площадь пароход. Вот здесь у нас и ручей, на который все хотят помыть ноги. А люди у нас жалуются, что это фонтан. Не делайте так. Здесь у нас жемчужина. Фонтан для детей. Работается. Она кайфована, наверное, в Анапе. Из развлечений на верхней набережной по прямой у нас находятся алые паруса. Ну, а я иду вот сюда. Именно хочу начать наше с вами сегодняшнее повествование. Потому что здесь открывается вид на все центральные пляжи нашего любимого города Анапы. Ну, вот она красота морская. С обзора второго яруса верхней набережной. Вот видите, где темная водичка. Я-то не советую купаться. Но люди привыкли. Говорят, что сероводород даже полезен. Мы сейчас с вами смотрим на пляжики центральной лечебной города-курорта Анапы. И можем посмотреть, что свободных лежаков в принципе нет. Людей на берегу прям очень много. Тем, кто приехал, мы всем желаем хорошего отдыха. Купание в море разрешено у нас. Везде уже желтые флаги. Температура воздуха 33 градуса. Воды 26 с половиной. И, конечно, приятно видеть, сколько людей выбрали Анапу для своего отдыха. Именно центральные пляжи. Они их любят. Я предпочитаю Благовещенское-Нудийский пляж. Но, как говорится, тут каждому свое. В море просто очень-очень много людей. Количество их превышает все мысляные показатели. И это туда уже Запекс. Это к речке Анапка. Возле гранд-отеля можете увидеть бац и никого. А это говорит о том, что там залежи водорослей. Пустое такое побережье. И потом опять начинаются люди. Там, значит, водоросли кончились. Вот такая вот информация, дорогие мои. Хорошего вам отдыха. И не забывайте, что дальше. Смотрите, у нас там пляжи вообще пустынные. Гуляйте по берегу, находите хорошее чистое море. И отдыхайте свободно от толпы. Ну, как говорится, выбор чисто за вами. Есть на все наблюдать, кто тоже уходит с пляжа. Ну, и есть и те, кто только идут. Хотя время обед. Лучше уже в это время на пляж не ходить. Потому что слишком жадко. В море и вино есть такая вот зона отдыха. С левой стороны у нас лоунж-бар. 360. Можно тоже увидеть хорошие такие обзорные места. С видом на наше морюшко, друзья. Здесь раньше были скамейки. Сейчас их нет. Просто бетонное основание. И посмотрите, как здесь изменилось. Люди в кресток заходят отсюда аж купаться. Ну, посмотрим, как это будет дальше развиваться. Это после. Наш торм век изменился. Либо, может быть, песка сюда завезли. Потому что здесь постоянно был угол пляжа. И сюда бодрости. Приплывают, гниют. И потом такая вот вода мотная становится. Ну, и здесь, так как я в кроссовках сегодня, могу замерить температуру водички. Давайте это вместе с вами сделаем, чтобы точно узнать, какое же море сегодня. Лично у меня, ну, что такая вода не взывает желание искупаться в море. Поэтому я, собственно, и езжу куда-нибудь на благу. На мудийские пляжи. Там, где поменьше народу, там водичка-то почище. У нас большая проблема, потому что есть, в принципе, туалеты. На центральном пляже у них стоимость 50 рублей. И многие люди просто ходят в море. Печально. Только бесплатные, чистые, прекрасные, манящие туалеты смогут переварить ситуацию, чтобы люди не гадили в море наше. И тогда все будем купаться в чистой морской воде. Было бы классно, чтобы администрация нас все-таки заслужила. Температура моря 28,9. Зашкаливает. Мелководная бухта Анапа прогрелась, да. Таких вот потрясающих значений возле берега. Там на глубине может быть чуть поменьше. Ну, в принципе, я думаю, что и так понятно. Море очень теплое. Вот в этом году здесь песок. Обычно здесь вода там подходила к берегу. Туда шезлонги выносят и отдыхают в этих местах. Такое множество 2024 года. Смотрится довольно-таки интересно. Ну, и вода относительно любви. Момент, когда я туда приходил, здесь довольно-таки хорошая, чистая, прекрасная. Будет еще к людям обратиться, посмотреть просто, как эти места замусорены. Просто шок, трэш, контент. Хотя мусорки стоят. Сказать, что нет мусора, поэтому туда бросаем, уже не случится. Уже не получится. Вот так вот, ребятки. Все зависит только от нас самих. Дальше мы спускаемся под такому деревянному настилу. Здесь сначала зона, которая сдается в аренду идет. Шезлонги. А тут и дальше уже территория покажет. Мотылек. Здесь какие-то фотографии делают на магничке. А это, скорее всего, именно из проката на бананы. Здравствуйте. Здесь вам хорошая работа. А можете, кстати, сказать, что почем у вас? Дракон стоит тысячу рублей. На 20 минут едем в Акутное море. С купанием, с остановочкой. Дети с трех лет катаются. Жилеты абсолютно всем одеваем. Таблетка тоже катается. За тысячу рублей 5 минут. 4-5 минут. А тысячу рублей это на человека, да? Да. Ага. А что, вот только таблетка и дракон? Все по тысяче. Ага. А шезлонги почем здесь? Не скажешь. 400 весь день. Понял. Хорошая работа. Спасибо большое. Так. И мы отправляемся дальше. Спасибо. Можете увидеть, как они здесь расположены. Море подмыло. Песок чуть забрало. Песочек здесь, конечно, очень радует в этом году. Ну, походу, я тут дальше не пройду. Вот это огонь. То есть, чтобы пройти здесь по пляжу, надо в море заходить. А я в кроссовках. Печалька. Короче, вариант либо через заборы лазить, чем не хочется. Либо надо вернуться обратно и зайти через другой вход. Вот так вот. Вернулись мы обратно. Уже за территорией пляжа Мотолёк. И уходим здесь пляжем. Что тут происходит? И вот, где здесь я ляжу. Интересно, тут получится ли у меня пройти. Выберет девочки эти пляжи. Точнее, те же самые. Ищут в этих местах, где прилечь. А здесь все занято. Там мы закончили. Плотики вышли здесь. Водичка, кстати, здесь, смотрите, какая прозрачность становится. И это очень хорошо. Теперь попробуем пробраться вдоль берега. Уже по территориям всех пляж. Здесь, например, шузоломки задаются в аренду. И здесь перед шузоломками имеют всего лишь расстояние около 3-4 метров. Вот такая вот пляжная территория. Должно быть 20 метров. Здесь происходит это уже на протяжении многих лет. В этом году хочу сказать, что один ряд навесов даже вставить не стали. Потому что он бы стоял сейчас, как и в прошлом году, в воде. Потому что море эти пляжи очень сильно подрезает. Самое главное, что нет потопов. В этом году мы еще ни разу не видели, как размывает этот центральный пляж. Вот здесь мы с вами уже выходили. Ну, тут дальше мы прогуливаемся. Здравствуйте. Как вас зовут? Марта. Откуда? А вы меня, может быть, знаете, но, скорее всего, нет. У вас был день рождения в 18-м году на Королеве. Я там была. О, это прекрасно. 18-й году, 6 лет назад. Я уже, честно, не помню, что вчера было. Когда я еще приезжала с мамой, была несовершеннолетняя. Теперь я приехала к Насте. Сегодня жду заселения. А куда? В частный секрет. А почему? Ну, там не могут сразу принять? Нет, я просто рано приехала. У них где 12-е заселения. Потом Клининг и заселения. Все, понял. А где именно? Терская. Цена вопроса? Две шестьсот. Нравится там все? Офигенно, в десятый раз. Это прекрасно. А цена? Две шестьсот сутки. И я имею в виду, за сколько человек? Одна. За одну? То есть ты платишь за номер? А сколько там человек в этом номере вообще могло бы разместиться? Вообще двухместные, но есть все в местном провансе, где распадывающиеся. Все, это прекрасно. И сюда на пляж? Да, ну, я еще не была, только приехала. Ну, серьезно. Я пришла, и дело того, что пока чистая вода, на самом деле. А запах не пугает? Нет. Ну, и хорошо. Я вообще не ощущаю. Это запах моря. Великолепно. Дайте, петюничку, да? Спасибо большое, что смотришь. Родителям тоже привет и хорошего отдыха. Можете отдыхать? Так, встречаем подписчиц, которые уже шесть лет нас смотрят. Это прекрасно. Даже на дне рождения моем, который я последний праздновал, видите, сделал. Больше после этого я так и не решил с этим заниматься. Вот видите, Марта приехал, говорит, вода чистая для нее. Поэтому все покупаются. Я, наверное, привык просто к слишком чистому морю, прозрачному и лазурной водичке. Такая мне не очень заходит. Но это, как говорится, мои проблемы. Те, кто отдыхают, люди говорят, что и хорошо, и прекрасно. Поэтому не будем тогда нагнетать эту тему, осмотреть по сторонам и радоваться тому, как все здесь отдыхают. Здесь какомараны прокаты дают ребята. Тысяча, тысяча двести примерно просят. По-разному, если вы брали где-то что-то, напишите, почем это было. Будет интересно узнать, конечно. Ну и люди здесь заняли всю кромку берега, людей много. И чем дальше, кстати, от этого угла ходим, тем водичка становится более другого цвета, привычного мне. И сегодня мы увидим с вами шок и трэш, до которого дойдем обязательно. Это у нас уже пляжи-санаториев наших анамских. Честно, вот плохо, что они по названию не подписаны. Было бы проще по ним ориентироваться. Но самое кайфе нас ждет отдача на улице Ливенской. И сегодня море шелестит. Тупайся, наслаждайся. Шторма нет, желтые флаги. Все, как говорится, удовольствие по полной программе. Жалко, конечно, что связь нас здесь подводит. Было бы интереснее, возможно, с эфиры прогуляется. Там точки общепика, бугерная написана. Есть еще прокат катамаранов. И последний уходит уже море. То есть, насколько востребована в этом году вся инфраструктура здесь. В прошлые годы, когда ходили, мне кажется, здесь было гораздо свободнее. Люди начинались там в ближайших центральных пляжей. Сейчас весь берег. Просто заняли по квадратикам. Это даже не центральный пляж. Вот так, друзья. Любят наши люди Анапу. Приезжают сюда с детьми, купаются. И вот смотрите, водичка все прозрачнее и прозрачнее становится. Это прекрасно. Я обушусь всем, кто приехал. Жила хорошего отдыха. Чтобы у вас все было великолепно. Реклама, конечно, на пляжах. Это просто жуть. Интересно, за сколько наше спокойствие на море продают администрация. Ну, сделали подсветку. Я так понимаю, отбивают потраченные деньги на фонарики. Тут можно отдыхать теперь и ночью. Чем многие и пользуются. Там есть аквакомплекс в море. Если им пользовались, то напишите, как он. И посмотрите, какое здесь действительно кайфовое море стало. Кто-то и здесь строит замки из песка. У нас в северном канале. Сын и наши подписчики. То, чем они занимаются во время шторма. Сколько мы строили замков. Прям круто посмотреть. И говорят, вот, занимайтесь с детками. Такими вещами. Ох, леопарды у нас в море. Купальники в этом году разноцветные. И на большинстве людей мы с вами наблюдаем. Спасибо всем, кто присылает своих леопардовых девушек, жен, детей, элементы одежды, мужчин. Мы выкладываем все это в телеграм. Леопард в тренде. У нас, друзья. Здесь, я смотрю, что шезлонги заняты не все. Большинство людей ютится поближе к воде. На бесплатных местах. Но в тенечке все-таки их количество побольше. Море невероятное. Манящее. Вот здесь действительно и аромат моря сменился. Появился другой. И такое море я прям обожаю. Такое, может быть, даже бы и сам здесь занырнул. Как же Анапа в этом году востребована. Смотришь и радуешься, что столько людей имеет возможность приезжать к нам на паровках. Хоть все и дорожает, и отдыхать. Аквапарк Катамараны. То есть вот здесь находится как раз-таки прокат. Итого аквапарка и Катамараны. Здесь, смотри, обелечивание происходит раз-таки отдыхающих. И мы подходим уже все ближе к улице Гребенской. Там, где стоит качель, раз-таки находится выход на центральный пляж. Здесь лечебные уже, в принципе, закончились. Там еще парочка будет санаторий. По пути нашего спидания. Ну, не так уж и много. Поэтому такое разделение идет. Раньше, говорят, в эсферно-лечебный пляж нужно было бы пройти только по санаторной книжке, либо за денежку. О, очередной леопард. Друзья, это центральный пляж. Выход по Гребенской. Кайфово. Столько людей на отдыхе. На центральном пляже Анапы. Ну, в принципе, мы к этому привыкли. Поэтому особо и удивляться не стоит. И в море вас очень много. И по всему берегу. В этом году я даже вот сейчас иду и не вижу никаких разрывов. То есть люди везде, везде, везде. Совершенно другое ощущение. Потому что все-таки на всех других пляжах там были разрывы. Места, где можно поотдыхать. Но в Анапе, конечно, этого нет. Здесь навесы сменились какими-то красивыми зонтиками. Более приятные лежаки. Ну, возможно, это какой-то санаторий. К сожалению, у них вот по фасаду неподпишено все. Сколько же вот таких людей. Здесь возле качеля опять появляются какие-то водоросли. Но это не камка, которую путают. Открышки с водопоры, бродятия. А водоросли с каменных пляжей, которые волнение моря к нам сюда принесло. Берег можно было бы, конечно, грабителями почистить и убрать. Тем более здесь лечебный пляж. Надежда санаторий находится. И было бы чисто не только гостям, но и гостям вообще, в принципе, города. Курорта. Тут настолько близко стоят шезлонги друг к другу, что реально прям в щеки. Потому что они бесплатные. Ну и вот так выглядит надпись «Море». В море и качает Анапа. Качает. Чуть-чуть водоросли под берегами. Былаем людям не ходить в море с сумками. Боятся, что вещи утянут. Они брать просто с собой ценные вещи на пляж. Для принципе, в Анапу зачем его привозить. Здесь у нас зона отдыха. Давайте одним глазком взглянем на нее, а то продумим. И это будет неправильно. Здесь у нас проходят вечерники на показы. Сейчас показывают Анапское побережье с квадрокоптера. Выглядит это прям очень красиво. Ну и вот так вот люди здесь на деревяшках тоже загорают, получают солнечные ванны. В общем, каждому свой отдых в полной программе. Там даже качели, мусорки, кафе и выход на улицу Гребенскую и каркопатку «Золотой клаш». Тут тоже особо не пройти, поэтому щинимся среди отдыхающих. Море мы. Музычка играет, люди кукарузы питаются. В общем, тут такая атмосфера, свой собственный вайп. Вот территория пляжа санатория Анапа, который у нас отодвинулся вправо. И благодаря этому у нас теперь есть на центральном пляже зона отдыха. Так долго я об этом просил. Кто помнит, сколько мы воевали с забором по выходу на пляж по улице Гребенской. И вот так выглядит победа. В принципе, всем хорошо и комфортно. Никто ни с кем не ругается. Люди на отдыхе чувствуют себя очень хорошо. Выпивают, отдыхают, закусывают. Лепят разные скульптуры. Ах, просто фантастическая, как говорится, эйфория отдыха. Тоже дальше центрального пляжа в сторону пирса. Здесь места побольше. Я технической зоны. Попробую показать вам подальше. Все уже позанимали. Кайф, ребята, да? Сколько людей в Анапе на отдыхе. Здесь прокат проходит у ребят. Море чистое, манящее. И все в гости приглашающее. Ну и мы сами гуляющие. Наслаждающиеся пациентцам, смотря все на отдыхающих людей. Как это прекрасно, видеть все в таком настроении. Здесь у нас пандус. Это выход на пляж, акватория. Здесь были, по крайней мере, специальные приспособления для купания людей с ограничными возможностями. Вот у нас стоит пандус практически до берега, твердого песка. И, по идее, спасатели помогать должны купанию в море с ограничными возможностями. И панорамный вид в обратную сторону. Лежаки здесь по 300-400, 500 рублей. В зависимости, как будете разбираться. На самом деле, просто чем дальше от центрального пляжа, тем подешевле. Еще один леопард найден на пляжах. И посмотрите, как здесь все занято. Все лежаки, потемными навесами. Кто-то приходит со своими такими палаточками на отдых. Но места все равно есть. То есть сказать, что все забито, не могу. И отсюда, кстати, начинаются водоросли под берегом. В принципе, их тут перещернуть несложно. Я видел гораздо больше и более в плохом состоянии эти пляжные территории. Но все по факту сейчас как есть. И поэтому, собственно, здесь и мест на пляжных территориях гораздо больше. Там у нас есть волейбольные площадки, батуты. Барная территория, кстати, очищена от коммерции. Никого там нет. Ну так, вот все поменялось. Вроде бы строили, всем это смотрели. Но теперь все как-то изменилось. Ну, посмотрим, в какую сторону это будет двигаться. Все-таки мы, для того, чтобы было хорошо и комфортно нашим туристам. Потому что, если это было выгодно предпринимателям, то, значит, этим люди пользовались. И вообще, пустота. Но это все вот из-за них подрост. И здесь они пока, по-честному, не воняют. Запор сероводорода там на чистой воде на лечебном пляже был гораздо сильнее. Здесь он вообще, в принципе, отсутствует. Тут еще один проход с улицы набережной мы видим. Там есть и тренажеры. Еще раз говорю, много. А вот тут завоняло. Я прям замолчал. Выход на пирс, на катание. Здесь с точки морских прогулок отправляют людей. В общем, все предприниматели, те, кто от убытки, тогда море становится каким-то нечистым. Вот таким вот непривлекательным. Вот сколько мы прошли сегодня. Сколько видели красивых мест и пляжей. Причли и в плохие места. Это то, о чем я всегда говорю, друзья. Приходите, что-то не нравится, не грустите. Просто прогуляйтесь. Как мило смотрится девушка под таким красивым зонтиком. В леопардовом купальнике. Прямо на самом берегу моря. На заднюю нее уже водичка. Продолжаем наше движение. Тут можно даже чуть-чуть помолчать, чтобы прониклись всем этим вайбом. Вот на сфере отдыха и вид в обратную сторону. Здесь у нас работает прокат. Людей тоже почему-то немного. Это вот потому, что я говорю, что все всегда выходят, упираются. Пляж здесь, причем, спокойно отдыхай. Чистое море. Прекрасная маня вообще. Но люди сюда не доходят. Как их понять? Да все звонки. Больше половины пустые. Дальше там начинается прям столпотворение. Вот почему так, ребята? Допишите. Почему где-то прям густ стоял? Вот ладно, там водоросли были, я как бы понимал. Но почему здесь, в таком чистом море, настолько мало людей, которые находятся здесь на отдыхе. Прям круто, да? Покайфовали, телегу подсняли. Двигаемся дальше, друзья мои. Туда дальше, я смотрю, люди просто с палатками, даже уже не пингвы, навесные на настоящую прям палатку берут. Ставят и отдыхают. Пиньёчки. Плёвый. Удача в футбольное поле с сетками большое такое. И море. Чистое, манящее. Это Цитрадо пляжа об этом рассказывает. Представляете, как бывает в Анапе. Наши, насколько все разное. Поэтому говорить, что где-то совсем плохо, не имеет никакого смысла. Есть места, в которых будет прям очень хорошо. Есть все, конечно, где так себе. Есть и прокаты, вся инфраструктура, в принципе. Это, напротив, как раз-таки мупа нашего территории, который мы сейчас с вами посмотрели. Пляжные берега, вот в одном месте, только на Центральном пляже, там возле Надежды, да, по-моему, там проходили, там мусор был на берегу, который хотел, чтобы убрали. В остальном все везде чисто и хорошо. Люди, в основном, все с пивом сидят. Честно, не знаю, на пляже такую температуру, мне кажется, от пива только более некомфортно становится. Ну и подходим к выходу возле речки Анапе. Здесь, конечно, количество людей зашкаливает. Ну и чисто там море тоже очень радует. Как вы понимаете, люди упираются в берег, и здесь, в принципе, остаются. Дальше никуда уже не идут, поэтому выглядит все именно вот так, как сейчас вы это все видите. Много-много людей, мало места для того, чтобы их обойти и пройти. Приходится буквально бродить вот таким тропинком, потому что даже береговая линия занята то замками, то ногами наших отдыхающих. И хочется ни на кого не наступить, никому не навредить. Ну и в море людей, купающихся тоже очень много. Мне нравится, когда я вижу, что людей на пражах много. Все отдыхают тихо, спокойно. И желаю, чтобы так всегда и происходило. От души для всех. Вот он, выход. Там, я помню, был душ и ногомойка бесплатная. Здесь спасательный пункт, кстати. У нас один из наших отдыхающихся задался вопросом. Вот на берегу нет лодки никакой. Как спасатель будет спасать, если вдруг кто-то начнет там где-то тонуть? Интересный вопрос. Говорит, раньше были лодки и моторы разные. Причь, мы к речке Анапки. И здесь можем увидеть, как выглядит это место для отдыха. Ну, на этом сейчас чистые пляжи закончатся. Это пляж на речке Анапки, центральный. Это перед выходом. Смотрим в сторону центральных пляжей. Людей там отдыхает очень много даже. Это прям прекрасно смотреть. Это пляж уже в сторону Гранд Отеля. Там я вижу, что просто полный пипец. Пляж на территории. Приняли на себя все возрасты. Но здесь люди еще в большом загробном потоке отдыхают, загорают, получают максимум эмоций. Давайте попрощаемся с чистыми пляжами. И войдем в то место, которое вызвало у моих подписчиков огромное количество негатива и негодования. Купания, кстати, в реке Анапки, несмотря на все запреты, все так же продолжаются. Речка сейчас в море не впадает. Люди тут упираются в чистое море, кайфуют. И тут прям такой шоп-трэш-контент сейчас для вас будет. Потому что вы увидите, как начинаются водоросли. Масштабная беда, ленивение на пляжах, друзья. И тем, кто приехал на те пляжи отдыхать, при этом, к сожалению, придется гулять в стороны. Потому что убирать водоросли никто не имеет никакого права по нашему водному кодексу. Они должны лежать, гнить, потому что это часть моря. Ну, по крайней мере, так наша администрация нынешняя заявила. Раньше как-то убирали, нарушая немножко закон, но делая море более чистым и приятным для всех. И вот он, повторяющий, друзья. Просто жесть и ужас. К канатке и мостику мы сейчас с вами вернемся. Пока прогуляемся вдаль. Посмотрите, как люди, несмотря ни на что, лезут в эту кампку и пытаются форсировать. Центральные пляжные водоросли. Сами и с детьми. Они гниют, не вдавляетесь потом, если что у вас ротовирус, друзья мои. Значит, хотелось бы, чтобы везде было вот как-то здесь, в левую сторону, чисто и хорошо. Прогуляемся пока чуть дальше. Рюмку посмотрим потом, позже. Но все-таки территорию здесь накачивают. Еще части разных аттракционов водных. Ну, составляют из них там парк. Туда приходили детки развлекаться. Есть прокаты сапов. Леопарды разнообразные, фиолетовые в том числе. Ну, и мы двигаемся вдоль вот этой вот каши из-за водоросли. Зато людей здесь на пляже нету. Отдыхай, как говорится, практически как на Миндийском пляже. Тебе никто слова не скажет. Потому что если твои нервы это все выдерживают, то, собственно, почему бы и нет. Кто-то очки потерял. Уезжают убеденого, как говорится, выпали с головы. Здесь начинается неприятный запор. То есть вот эта черная жижа, она уже гниет. Здесь мы видим, двигается машина, обслуживающая персонал. Она оценивает, сколько здесь еще масштаб работ будет. Здесь санаторий Янтарь. Никого на территории нету. И, конечно, вид здесь просто жесть. Обидно. Конечно, здесь мы видим, что Санрайс пытается убирать свою территорию. И, по-моему, никто, кроме них, больше этим не занимается. У них берег уже, видите, почистил. Собираются и вывозят это. Вот так вот убитые пляжи. Пишите в комментариях, кто меня постоянно тут в хайпе обвиняет. Вы хотели, чтобы чистили пляжи? Или вас вот это вот все устраивает? Потому что читаешь порой и думаешь, блин, я вот сейчас прошел, показал кучу всего. Люди прочитали заголовок, увидели, и все. И там у них шок-треш, ты там против Анапы. Я люблю свой город со всем сердцем. Живу здесь. Его мог поменять и уехать в другие места. Но мне нравится именно он. И я никогда никуда не хочу переезжать. Поэтому, ребятки, не говорите глупости. Я просто за то, чтобы у нас море было чисто. Если такая беда случилась, все бросались на ликвидацию последствий. Они отдельные санатории, пытались там обещать эту тему. Я уже сижу здесь, задыхаюсь от сероводорода. Просто подсъемку делал, фотографии делал. Ну, в общем, вот такая красота. Город Анапа, 2020. Четвертый год, 3 августа. Несколько сот метров пляжи убиты водорослями. В основном здесь сейчас все чисто. Но есть и такое место. Меня радует, что в Сан-Мари не ведутся работы. Делают пляж снова чистым. Это очень хотелось, чтобы все накинулись. А не только один. То есть частник пытался вылезти все водоросли, которые собралось здесь со всего Пионерского проспекта. А лучше всего, чтобы водоросли убирались по мере их появления. Просто сеточками в пляжах. Мы видели, как это делать на других пляжах. И все было бы гораздо прекраснее. А здесь вот так вот люди на тачки вывозят. Ихать сюда. Женщина идет, возмущается, говорит. Всегда чистили трактора. Сейчас трактора почему-то не прихватят. Теперь все это чистят порочные люди. Делать это сначала, перед тем, как они собрались в одном месте и перемещались в кашу. Это у нас голубые дали. Проход к морю. Проезд. И начинается здесь Гранд Отель Анапа. Тут я смотрю, что в принципе я был неправ. Тут тоже какая-то техника ездила, что-то чистила. И вот эту камку убирали с пляжей. Тоже и дюн не осталось. Практически везде гладкая территория. Хотя люди по 50 тысяч за много, по-моему, говорят, платят в среднем. Приходят все равно отдыхают. Дышат сероводородиком вот этим. Люди приходят сюда пасть снимать, чтобы показать, как это все выглядит. Уже не первых, так сказать, блогеров анапских вижу, кто в шоке от всего того, что здесь происходит. Действительно же жутка. И неприятно, что вообще такое в Анапе происходит. Перед такими вот элитными отелями, за которые вы заплатили огромное количество денег за отдых. С такой вот войны тебе приходится. Ну, прикиньте, в номера этот весь аромат идет. Сегодня ветер с берега. Такая вот беда, друзья. Надеюсь, что в Анапе когда-то это будет решаться. Продолжаем нашу прогулочку. Ну, жалеем тех людей, кто там. Ну, может быть, кто-то специально, как говорят, на лечебное вот это все приезжает. Добро пропадает. Китайцы хотят, да? О, видите, как все очень говорят. Добро пропадает. У нас не только китайцы хотят это забрать со мной. В прошлом году связывались люди, которые готовы были забирать наши отрасли, организовать их. Чистка, уборка нам администрация города не дала. Я не знаю, что они хотели там перерабатывать. Говорят, что и технология есть, и все. Они были бы счастливы. Но нет, кому-то они важнее. Ну, я вот не знаю, почему так происходит. Конечно, представьте, просто только они появились, их бы собирали и увозили. А мы бы даже не знали о том, что это хладофора. Бывает. Мы же даже целое бы пастбище выделяли для ее выращивания. Раз у нас настолько ценный продукт, который так всем нужен. Ну, еще одни очки. Где-то мои примерно такие же валяются, но только в Лимане тоже потерял на кайте катаюсь. Здесь хозяин пускай найдет, они на 100% еще нужны. Здесь мы доходим такого парка, который вам волейбольные площадки сделали. Он будет уже подойти, посмотреть, как он используется. И здесь парка цапок идет, шезлонги и под навесом, и без кукурузку едят с этим ароматом. Курица идет. То есть, ну, тут можно уже и покурить, как-то. Масянин смотрел, помните, как он говорит, ну, кури уже здесь. Тут море пока еще такое мутное с зеленцой. Мы двигаемся в сторону пляжа Премьера. Сейчас до туда дойдем, и дальше уже будем смотреть на обратном пути речку Анапку и сам вот этот комплекс, который построили. Дальше я знаю, что море будет уже чистое и прекрасное. Ну, и центральные пляжи на этом, в принципе, уже закончились. Просто не хочется на негативном моменте останавливаться, говорить, что совсем все плохо. Потому что это неверно. Проходим еще дальше и находим прекрасно чистое море, прекрасная чистая береговая линия для отдыха, очень манящая. И все, что необходимо нашим дорогим отдыхающим здесь есть. И беседочки, в которых можно посидеть на улице. Место для курения там уже возле спортивной площадки. Реализованность в этой площадке вообще никого не вижу. Кто бы там занимался спортом каким-то. Вот так вот сейчас выглядят эти территории. Водичка еще немножко мутноватая. Приходит южачок. Там, типа, баламутит. Немного воду. Пять метров сегодня должно расточаться. И вот эти тучки мне сегодня не нравятся. Могут мне закатные фотосессии подхлоптить. Ну, выглядело, что все будет хорошо. Вот они сапы. Еще одна прокатная точка. И мы с вами дошли до золотистого прохода к морю. Золотые пески, как он про них называется. И тут тоже тенты такие большие сделаны. Собственно, море становится все чище, чище и чище. Ну, а дальше она будет еще более прекрасна. Ну, либо премьера, называют, по поводу вот этого пляжа. Видите, здесь главный стоит. Либо золотистый проход. Здесь отдыхают людей тоже очень много. Собственно, чего мы всем желаем? Хорошего, прекрасного отдыха. Великолепных эмоций. И всегда находите чистое море, друзья. Туда, чем дальше, тем она чище. В демоте там вообще кристалли, чистая вода. Не знаю, сейчас, если в течение отсюда начнется, она растачит всю эту гниющую мочь. Туда дальше, по пляжам. Этого бы не очень хотелось. Давайте со стороны еще глянем на пляж Премьеру. На пляж Гранд Отеля. В ту сторону, как это все выглядит на людей, которые отдыхают на гниющей куче. Которые не привлекают. И большое количество людей. Там тоненькой полосочкой вдоль берега. И смотрим, как выглядят там пляжные территории. Людей, видите, по всему берегу не совсем много. То есть всегда можно найти пустые пляжи, ребятки. Вот даже до самого пирса видим Эры. Туда, куда приклывают девчонечки. Единственное, не мешает им кормиться. С левой стороны, это шезлонги. Там барная территория. Есть сам пляж Премьера. Многие любители Анапы приезжают, отдыхают вообще вот в этих деревьях. Собственно, почему я там возмущался, что жалко вырубленные деревья. Потому что это было излюбленное место отдыха для очень многих гостей нашего курорта. Поэтому я, так пытался отстаивать их. И можете видеть, что каждый там сантиметр бесплатной тенью занят. Но кому нужна бесплатная тень, когда на тени можно зарабатывать в Анапе? Конечно, никому. Посмотрите, какой здесь великолепный отдых. У наших дорогих отдыхающих. Собственно, чего я всем и желаю. Поэтому тут шезлонги не так сильно заняты. Но эти деревья мешают всем остальным. Могу сказать, что вдоль этой территории уложили деревянный настил. Ну, хоть какой-то плюс, что можно ходить, хоть не по песку. Вот есть даже вход, проход. Вот так бы напрямую, чтобы вот туда проходить. Но нет, его перекрыли. И, как я и говорил, никого там нет. Анапа, апарт-отель, трим-хотель Анапа. В пляжке находится пляж Небо. С другой стороны краски можно их подписать. Вот территория пляжного футбола. Тоже никого там нет. А то их там нет. И, да, сейчас смотрим. Территория, какое огромное. Городили забором. При этом даже обычные отдыхающие не могут прийти поиграться. Потому что все закрыто. Для чего нам такие территории? Для кого это делали? Вопрос. Сзади меня сейчас место для курения. Как раз таки вода в спортивной площадке. Ладно, там никого нет. Есть. Санузел есть. Бесплатный душ. А туалет закрыт, к сожалению. Так, вот мы бродим. По этим территориям. Так, вот выглядит проход. С левой стороны на Гранд-отеле. Анапа. Тут красивейшие арки есть. Ну и тут к морю чем ближе, тем сильнее аромат есть. Вот это мега сап. Я такого даже не видел раньше. Интересно, как он управляется там. Сразу пивасик. Закусончик возле забора. С таким видом грех не выпить, конечно. Ладно, давайте к речке Анапки. Как и говорил, леопардов больше разных и прекрасных. В этом году это самая популярная расцветка купальников. Крутяк. Качнули мы. Двойную дозу этого серводорода аромата я получил. И возвращаюсь к речке Анапка. Для людей как раз таки гораздо меньше, чем в Джиматео. Хочу сказать. Или витязь его. В Анапе, по-моему, отдыхает поменьше народа. Посмотрите, речка Анапка. Какая здесь вода. Стоят там оповещения, что купание запрещено. Сейчас больше людей в море. Тут вообще мы застали, когда море было прохладное. Вся речка была в людях. Ну, просто на нее смотришь и думаешь, блин, невозможно тут купаться. Здесь у полевой стороне есть аквакомплекс. С чистой водичкой. Горочки такие покататься можно. Ну, вот смотрите. Родители приводят своих детей для купания по речке Анапка. Ведь вот тут я не знаю, почему так происходит. Конечно, это выглядит довольно-таки печально. Особенно вот так. По леопарту он тоже. Надо все-таки отметить, что пляжи чистые. Очень в этом году обустроено все. Расчищено, выявлено. Вы помните, после шторма века, какой здесь бедлан творился. Сделали новый мост через реку, через который мы пройдем. Есть и продуктовые павильоны. Много лет здесь уже работают. Вот они цены. Соточка кукуруза. Четыре шарика за 100 рублей. Люди, продающие все это, большие молодцы. Купание в речке Анапка запрещено. В надписи. И посмотрите, какой светящийся пирс. Мы сейчас к нему вернемся. Хочу пройтись вот сюда, к этому местечку. Здесь меня просили показать одно такое прикольное место, где есть город в миниатюре. Ребятки здесь ловят рыбку. Там у нас семья лебедей живет. С той стороны, где проход к морю. Вот они выглядят, щипают что-то там в водичке. Мама с папой рядышком. Красота. Увидим, как ведется уборка. И благодарим за то, что ее здесь производят. Тут открылось много ресторанов. Все эти говорят очень вкусно. Бородашвили меня не пустили туда. Наверное, фейсом не вышел. И, в принципе, очень много разнообразных местопавильончиков. Вот так это местечко называется. Миниатюрный мир. То есть все озвучено, работает. Очень интересно прийти, привезти своих детей. Особенно кто любит такие красивые модельки. Очень большая детализация. Ездят разнообразные поезда. Чтобы вам было интересно это посмотреть самим, я не буду полностью вам все раскрывать. Поглядите с стороны, какой большой макет. Дети залипают на это все. Так что местечко интересненькое. Заходите, поглядите. Уверен, вам понравится. Сит, это вообще кухня Черного моря. Если вы здесь ели, напишите обязательно ваши отзывы. Будет интересного случая. Возвращаемся к нашему новому мостику через речку Анапка. Сейчас видео, ребятки. Так, ладно, мостик. Мостик хайфовый, деревянный, высокие поручни. Отделка прям вау. То, что было и то, что сейчас вообще. Мне сравнить. Там у ребят просто машинка, которая ездит по воде. Я сейчас просто ошалял, как она пролетела по речке. Выглядело это довольно-таки прикольно. Есть места, где посидеть на лавочках даже. Лавочки продолжат прогнули от обильного сидения. Ну и речка Анапка сама очень мокренькая. Представьте, как хорошо, что она разгоняется. Вот это баги. Если у нее хватает мощи, чтобы прокатиться через речку. Сейчас посмотрим, будет ли она еще раз. У ребят гонять. Вот так, он по песку просто разгоняет. Такая вот машинка. Смотрим. Смотрите, что происходит. Машинка по воде. Офигеть. Вот это мощь. Причем, вы можете видеть, что дети по колено находятся. То есть, там немало воды. Она просто так, бац, и перелетела и в обратную сторону. Без комментариев. Правда, видите, мостик с солью покрывается. Вообще, к сожалению, уже не такой зеркальный, как был в начале. Купание запрещено. Большие и маленькие таблички. Но, как видите, многим все равно. Вылетело еще. Круто. Люди, как, наблюдают. Не один залит на это действие. Купание машинка разрешено, так что можно. Выходим на улицу Набережная, по которой мы сейчас прогуляемся. Здесь выход к Фатини. Там слева находится наша скульптура знаменитого отдыхающего, на который я вас приглашаю, говорится, потереть правый мизинец у него на ноге. Тогда все мечты и желания будут. А здесь готовят вкусные чебуреки, готовят всякую разную выпечку, недорогую кофе. И сюда можно приходить поесть. Есть разные кафе, бары, рестораны. И такая вот прогулочная улица от реки Анапки. Здесь есть на все, что вашей душе угодно. И отдыхающих здесь в дневное время, как и вечерняя, просто нескончаемый поток. Идет и идет, как знаете, на работу, на завод. Сейчас, возможно, немножко поменьше. Замок Страха с левой стороны. Я делал на него обзор. Крутое место. Советую приходить, испытать эти чувства и ощущения. Уверен, что вам понравится. Столовая, Родина с левой стороны закрытая. Она теперь, смотрите, как уютно все сделано. Но есть и места на улице, чтобы поесть. Так, как все меняется. Шашлычная столовая, Русь. Если вы где-то здесь что-то ели, пишите обязательно, чтобы быть в курсе. Где вкуснее, где не очень. По ценникам везде плюс-минус одинаково. То есть на 35 рублей мохито 200 рублей стоит. И здесь тоже столовая, Викинг, Аккона. Допустим, если по блюдам посмотреть с края. Вот первое блюдо в общих 70 грамм за 200 грамм за 70 рублей. И количество людей. Эта столовая говорит о том, что здесь вкусно. Столовая мечта следующая идет. Здесь, конечно, забывают наши дорогие отдыхающие, что выходят уже на набережную, улицу уже и на пляже. И продолжают гулять в купальниках. Жалко. Ну, я им прощаю, пускай так и будет. Если завтраки, обеды. То есть отдыхающих в столовых очень много. И самих столовых на любой вкус и цвет. Здесь сытный дворик. Здесь какая-то горка детская. То есть каждый привлекает своих посетителей как может. Выпечка продается разнообразная. Дальше призовые тиры. Здесь на старт можно покататься на квадроциклах. По огороженной трассе. В общем, что надо, все есть. Такая вот надпись здесь есть. Хоть в одном месте Анапа любит вас. Людей за собой набережной, конечно, очень много. Далее здесь по левой стороне даже имеется океан. Так, друзья, еще один дом страха. Гара Аду. Лопа Аквапиннинг. Здесь парк птиц Кокодун. Оформление интересное по набережной. Кафе еще. Здесь шашлыки. Помню, жарят мужики. Довольно-таки востребованное местечко у наших дорогих отдыхающих. Здесь, допустим, форель за 400. Валяюсь, глянь, на по 200. Баранина за 300. Ну, ценник, в принципе, такое. Приемлемый. Старый был и 5 шариков. Мороженое. Зона отдыха непосредственно перед морем и с видом на море. Бистро. Мужики готовят бургеры. Шаурма, картошка. Мидии есть. Здесь Гаргипе. Пляж называется. Порта Мидии за 500 рублей. По левой стороне здесь теряный мирк. Потом разные призовые теры. Побросать в шарики. Ну, красиво же оформили, да? То есть раньше здесь был разброд и шатание. Сейчас такое потихоньку-потихоньку все оформляют. Делают классно. Мы сюда в детстве ходили на эти места, когда здесь даже озеленение было, забор был какой-то все-таки полуразрушенный. Ну, чтобы ходили здесь на физкультуру, занимались спортом на пляже. Так у нас портал был занят, когда тут в Тиндереев тоже люди отдыхают бесплатно в пляжных территориях. Сделана какая-то лавочка по вечерам. Видя, что здесь кинотеатр работает, кинопоказ. Тут в правой сторону туалет. И куча-куча всего, что только вы себе могли представить на курортных территориях. Здесь продается. Здесь пляж, причал, ну и выход, собственно, на причал. Там, где мы с вами видели водоросли. Вы обязательно напишите, ребятки, как вам нравится, понравилось. Или вообще сегодня гулять в таком формате по Анапе. Или, может быть, как-то что-то поменять. Ведь мы смотрим в 4К, не забывайте, если вдруг Ютубу не дает возможность, ВКонтакте. Ну, либо похуже в Рутубе качество. Это, в принципе, 1080, это довольно-таки много. Но 4К, 60 фс, пол приятнее смотрится. Коксика, кафе на пляже. Приназывается такое место притяжения. С открытым, таким панорамным видом. Симпатично. По ценам, честно, не вижу смысла все смотреть, показывать. Здесь все заведения, я понял, что посетить невозможно, слишком много в Анапе. Ну, потихонечку, в те местах, которые вы советуете, мы ходим. Смотрите, какое тоже на фане с деревянными столами, стульями. Что-то маловато у них народу. Я думаю, все регулируется на пляж центральный. Здравствуйте. Шаурма с правой стороны. Бургеры. Видим ребят, которые набрали все мороженое, напитков и довольны. Идут куда-то, наверное, поработать. Так, жизнь курортная кипит. Кипит, причем, довольно-таки сильно людей. Потому что здесь, на этих территориях, очень много. Есть кому продавать. Все довольны. Идет пик сезона. Еще дней 25. Я думаю, что мы будем это все наблюдать. Ходишь, акватория. Здесь воздух 28, вода 24. Какие-то данные неправильные. Прямо по-хорошему говорю. И воздух сейчас гораздо больше. Потому что я иду уже тайм. И сейчас во время час 43. Очень жарко. Сейчас покажу вам, ребятки, как 33. Убеет у меня температура. То есть датчики прям сильно ошибаются. Количество людей. Вот опять-таки в купальниках. Хотелось бы все-таки культуры. Побольше наших, дорогих, отдыхающих на море. Это не обязательно приезжие. Это, может быть, и местные люди. Которые просто забывают, что с территории пляжных ты выходишь. Пляж кончается. Надо одеваться. Уже не говори про стринги и все остальное. Здесь можно срезать. Выйти на улицу Грибинскую. Пинкали. Пинкали здесь шешевки. Предлагали свиньи на щее. 190 рублей. Можно вот здесь сидеть. Выпивать, закусывать, отдыхать. Ну, там еще перед выходом на центральный пляж. Территория. Эваря Сколу. 0,33 лошадь по-грузински. Пинкали за 385. Предлагают здесь. Ачфури от 199 рублей. Пинкали от 39 рублей. То есть, приходи и ешь. И пускай будет рот твой свеж. Спасибо. Комбо обеды. Супы под 190. Пинкали от 39. То же самое. Вот видите, здесь такая еще территория, в которой можете отдыхать, прийти. Ну, и здесь у нас фудкортов. Целое море. Парк Джузеппе. Столовая. Завтраки, обеды, ужины. Фудкорт. Чебуречная. Парабуль Карапаны. Видео придет Горик Стрит. Все открыто. И выход на центральный пляж, на лаунж-зону. Здесь. С правой стороны также. Жарятся шешевки. То же самое. Пинкали сухали. Там есть у нас еще и Синдика, и много других столов по Гренецкой. То есть голоден вы здесь 100% не останетесь, друзья. Мы еще идем по набережной и возвращаемся обратно в парку Тридцатилетия, чтобы этот обзор был максимально полный и полезный. Открытая кухня. Ребята, кстати, красиво смотрится. Здесь у нас кафе-терраса. Тоже симпатично на первый взгляд. И небольшие пространства до отдыха. Тут за территориями пляжей. Камера хранения есть. Также люди отдыхают тоже бесплатно в тени деревьев. Вот больше деревьев, я думаю, оттуда было бы у них более запоминающим. Потому что посмотрите, сколько людей выбрали быть не в толчье народового заберега, а ходить пусть дальше, зато в тени. И в тени нет шезоновесов, потому что под ними тоже жарко, а под деревьями прохладненько и хорошо. Причем Хачапури. Золотой пляж. Хачапури здесь 240 рублей по аджарски. Хинкали 55 рублей. Это одно из самых старинных кафе-заведений города Анапы. Я рад, что его восстановили. Оно работает, дай ему процветание бог, и побольше клиентов благодарны. Ну, чтобы вкусно готовили. И 1954 года здание постройки. Представляете? Туда у нас вход на аквапарк, золотой пляж. Ну, а здесь сам аквапарк. И как народ здесь отдыхает. Это кайф и удовольствие. Волна проиграйна, бля, стоит. Вот эта часть набережной мне тоже нравится. Вот именно за счет лавочек, фонарей и мусор. Мне нравится за счет того, что мы отсюда никаким боком не видим море. Перекрыли к нему доступ. Это очень плохо. Вот сделали бы вдоль аквапарка вот эти все ларёвочки. Там ведь море. И было бы совсем другой вид. Было бы это настоящее набережное курортного города. Так это, честно, ну, прям издавать не любею. Так, здесь золотой пляж. Такой сделан фонтан. Тоже с подсветочкой. Смотрится симпатично. С левой стороны у нас короткий кафе Маби. Тоже на берегу море находится. Есть комплекс на обеды 590. И отсюда хотя бы кусочек моря мы можем наблюдать. Это хорошо. Ну, дальше такая вот территория с зелеными насаждениями посерединке. Но, опять-таки, печально, что не видно море. Мы идем, ну, как в любом другом городе, по торговым павильонам. Иногда встречаются такие проходы к пляжу Диуч, например. И возвращаемся обратно в парк 30-летия Победы. Собственно, таким мы увидели его набережную. Здесь у нас тоже столовое море. В таких местах, видите, находятся кусов 7. В общем, много разных заведений. Мы вдоль аквапарка по улице Краснодарской сворачиваем и идем вверх. Жалко, что ребята пиццерии начинают работать только с 5 часов. Сейчас бы к ним в гости с большим удовольствием зашел. Если что, пиццерии их вот. Пицца на дровах. И, поля, советы. Еще раз, ребят, от души говорю просто. Ребята, мне ничего не платят за это. Просто они кайфовы. И пицца у них вот такая. Ну и мимо аквапарка с вами шагаем. Кстати, еще один аттракцион спрятался. Много разных стрелялок, тиров, игровых автоматов есть. Вот мой аквапарк. О, слушай, я говорил, что очереди нету. Ленивых, кто не хочет по лестнице подниматься, прям большое количество ждут лист, ребята. Там, хотя и на лестнице тоже много людей стоит. В общем, на самой популярной вот этой горке тут много комплекса отводных. Очередь все-таки присутствует в аквапарке. Был неправ. По пути есть призовой оттир на выходе уже с улицы. Городок, чтобы полазить. Девять в кино. Уже не знаю, там что поговорить. Кто-то бьет. То есть, когда у нас на нематок играет с детьми в городке. С левой стороны большие аттракционы. Ну и вот эта вот самая мощная штука, на которой я катался. На ней, наверное, самые такие жесткие перегрузки были. Здесь тоже игровые аппараты. Всех мастей возможных нет. И совсем близко пересечение с улицы Горького и Краснодарского, друзья. Чтобы ориентироваться. Здесь у нас перекресток находится магазин. Алиса торговый центр с правой стороны. Видите, как дерево засохло, как жалко. Да, у нас хинкальные. Недавно мы там в один из магазинов еды ходили. Но здесь вот она, зеленая, тенистая, напа. Фу, как здесь хорошо, ребята. Пиццерия Додо. Вот и наши любимые прогулочные места. Мы сегодня, наверное, только не охватили театральную площадь. Но возьмем на следующих видеосюжетах. Сейчас покажу еще одно вкусное место, где мне понадобилось кушать. Здесь все перекрыто. Вот таким вот методом разгружают и на электрокарах довозят в продукцию. Это вот единое место, о чем мы говорим. Здесь при вас прям ребятки готовят. Видеи разные вкусные. И по вечерам здесь бывает очередь. Видеи в соусе. Груша какая-то 690 рублей. Можно покушать. И такое вот пространство. В общем, ел вкусно. Я несколько раз здесь был, советую. Они даже не знают о том, что там был. Но вот так. И улица Терская. Пересечение с Краснодарской. А там фонтан. То место, откуда мы сегодня начинали. Наш с вами тарам-папам, парам-папам. Ну, а теперь я прошу вас поставить лайк. Либо сделать репост. Смотрят, где вы смотрите. А можно и сердечко нарисовать. И пишите обязательно комментарии, друзья. Очень важно для продвижения роликов. И размещайте там все вместе ВКонтакте. У себя на страничке. Отправляйте друзьям, товарищам. Надо разведывать другие соцсети, чтобы продолжать заниматься тем, чем мы занимаемся. Искренне от души. С вами был Юрий Азаровский. Вам всем привет, Черноморский. Ну, и Оксана ждет нас в конце нашей прогулки на пересечении Краснодарской улицы. Хочу передать привет всему педагогическому составу ПУ-74. Может, вы сейчас как-то по-другому называетесь. А в душе за лучшие годы жизни. Здравствуйте. Здравствуйте. Пойдем. Пока.